Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана распорядился держать под постоянным контролем цены на потребительские товары. В Ашхабаде ожидаются заморозки и дождь со снегом. Туркменистан полностью исполнил контрактные обязательства по поставкам газа в Россию в 2023 году и другие новости. На очередном заседании Кабинета министров Туркменистана президент Сердар Бердамухамедов распорядился держать под постоянным контролем цены и снабжения рынков, товарных точек, страны потребительскими товарами. Глава государства подчеркнул, что следует и далее осуществлять меры по обеспечению населения страны качественными продуктами питания. В Туркменистане в январе ВВП вырос на 6,3%. Объем произведенной продукции увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечен значительный рост розничного товарооборота, заработной платы и объема капиталовложений. Об этом в ходе заседания правительства доложил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Хаджимурат Гильдамурадов. Сегодня во всех регионах Туркменистана ожидаются заморозки, дождь со снегом и гололед на дорогах. В Ашхабаде погода будет переменчивой, пасмурной, возможно, дождь со снегом. Ветер северо-восточный со скоростью 12-15 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов, днем от минус 1 до плюс 1 градуса. Туркменистан в полном объеме исполнил свои контрактные обязательства по поставкам природного газа в Российскую Федерацию. Об этом сообщил посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин на брифинге для журналистов Ашхабада. В целом, российский дипломат высоко оценил текущий уровень развития политических и экономических отношений между двумя странами. Посол Туркменистана в Катаре и ректор Международной академии коневодства имени Аба Анаева приняли участие в церемонии открытия международного турнира по конкуру «Меч Эмира», который проходит в эти дни в Дохе. Трехдневный конеспортивный турнир «Меч Эмира» является одним из самых значимых событий в национальном календаре Катара. Каждый день здесь будут проходить по три соревнования в конкуре. Чемпионат включает в себя этапы на разной высоте, препятствий и выездку. Посол Туркменистана в Ереване Мухаммед Кильды Аязов и председатель Союза художников Армении Сурен Сафарян обсудили перспективы сотрудничества в сфере искусства. Стороны рассмотрели вопросы популяризации произведений искусства двух стран, организации совместных выставок и других мероприятий. Туркменские авиалинии открыли новое авиасообщение между Ашхабадом и Куала-Лумпуром. Согласно расписанию авиакомпании «Туркменистан», рейсы из Ашхабада в Куала-Лумпур будут выполняться по вторникам и четвергам. Обратный рейс из Малайзии в Туркменистан запланирован по средам и четвергам. Казахстан приведет масштабную модернизацию пунктов пропуска на границе с Туркменистаном, Китаем и Узбекистаном для развития транзитного потенциала и увеличения товарооборота. Модернизация включает строительство новых пунктов пропуска взамен устаревшей инфраструктуры. Президент Таджикистана Эммали Рахмон поручил всем чиновникам страны в течение года овладеть несколькими иностранными языками. Глава государства подчеркнул, что владение таджикским языком на высоком уровне является важной задачей каждого госслужащего, а знание еще двух иностранных языков на аналогичном уровне, необходимым условием для эффективной работы. Стал известен еще один спарринг-партнер во время учебно-тренировочного сбора в ОАЭ. Соперником подопечных Владимира Байрамова станет кыргызская Абдышата, в составе которой выступают туркменские футболисты Теймур Чарыев и Сулейман Мухадр. Товарищеская игра состоится 25 февраля, начало встречи запланировано на 17.00 по ашхабадскому времени. Напомним, ранее были анонсированы спарринги с российскими Пари-НН на 18 февраля и с Зенитом на 21 февраля. Специалисты из Туркменистана принимают участие в международном семинаре по Кабаде, который в настоящее время проходит в столице Ирана. На семинаре туркменские тренеры и судьи совершенствуют свои навыки в древнем индийском боевом искусстве, который в наши дни превратился в популярный вид спорта. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркмен Портал – ваш самый надежный источник новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова